Всем добрый день! Сегодня будем делать салат экспромт, я бы сказала. Всё, что есть в холодильнике, всё пойдёт сюда. Огурцы, помидоры, яйцо, яйца вернее, грудка куриная. Кому интересно, смотрите видео дальше и делайте салатики аналогичные. Салат, который принесёт вам достаток, потому что символ 2020 года. Мышка, всем добрый день! Сегодня буду делать салат, вот всё, что у меня есть в холодильнике. А есть как бы у меня не сильно много, но тем не менее и немало. Значит, 2 огурца, 2 помидора, грудка, полтора кусочка, это получается вот 2 кусочка, 1 целая грудка, а это меньше, чем 1 целая. 4 яйца, сыр твёрдый, около 100 грамм, зелень. Если такой салатик украсить зеленью, то вообще можно даже и на любой праздничный стол, я думаю. Будем солить, перчить по вкусу, без майонеза, конечно, никуда не обойтись в салате. Майонез, разумеется, потребуется. Ну вот салат такой, я сказала бы, экспромт. Ну вот, допустим, нет у вас помидор, да? Ну и без помидор можно обойтись. А если нет у вас ещё даже огурцов, но найдётся яблочко, возьмите яблочко, потрёте на тёрочке, а чтобы оно не темнело, вы взбрызните, допустим, соком лимона. Допустим, если у вас нет грудки и яиц, вместо этого можно грибочки обжарить. Короче, салат такой экспромт можно назвать. Можно назвать всё, что осталось в холодильнике после праздника. Ну, допустим, вот 1-го там или 2-го января, да? Всё, что покушали, а осталось немножко того, немножко того. И если эти продукты взаимосовмещаемые, а вот, допустим, сюда можно вместо этого грибы, это будут взаимозаменяемые, и всё прекрасно. Так, начинаем измельчать. Ну, допустим, он ещё и красивый может получиться, этот салат. Смотрите, и беленькая, и серенькая, и жёлтенькая, зелёненькая, красненькая. Будем всё это чередовать. Вот такая у меня формочка есть. И я думаю, салат получится бомбический. Так, ну, пожалуй, начну с грудки. Измельчаю. Солю, перчу, майонез, всё перемешиваю. Нижний слой будет, грудка куриная. Так, лишним не будет, если добавить сюда измельчённый один зубчик чеснока. Ну, а если вы не хотите, чтобы был запах чеснока, можно луковицу маленькую мелко измельчить, залить уксусом на несколько минут, уксус слить. Ну, короче, полный экспромт. Боюсь, суховатая будет курица. Так, ложечку ещё сметаны. Вспоминаются мне студенческие годы. Конец недели, кушать практически нечего. И вот пошли мы с девчатами по комнатам. Что у вас осталось, картошка? Что у вас осталось, лук? Ну, короче, у кого лук, фасоль точно была, помню. Фасоли было много. И вот, короче, всё это мы гамузом в кастрюлю сложили, всё протушили. Ну, короче, вкуснятина получилась неимоверная. Так, кольцо выкладываем. Второй слой будет огурцы. На тёрку натираю. Также солю, перчу, майонез. И выкладываем вторым слоем. Огурчик сочный. И курочку внизу пропитает. А вверху сейчас будет слой яйца. Яйцо измельчаем, солим, перчим. Добавляем майонез. И будет третий слой. Следующий слой у нас будет помидоры. Режем на кубики. Также солим, перчим и укладываем. Верхний слой у нас будет сыра. Часть я уже измельчила. Как говорится, лежал в холодильнике, да, остаточки. Это всё измельчаю. Также можно посолить, если сыр не солёный. Поперчить, если хотите острее. Можно добавить чесночка. Можно не добавлять. Тут вот как бы дело вкуса уже. Ну и добавить майонез или сметану. И всё перемешать. Выравниваем. Отправляем в холодильник на полчасика. Боюсь, чтобы огурцы и помидоры не потекли. Надо было и огурцы тоже продавить через фатинку. Вот такой красивый салат. Форму держит. Всё прекрасно. Можно украсить зеленью. А если поставить вот такого мышонка из яйца, то и на Новый год. Такой тортик на стол будет очень даже в тему. Кстати, у меня есть циферки 20-20. Они правда с шоколада, но ничего. Можно их не кушать. Просто рядышком поставить. Пошла за циферками. Вот такой прекрасный красивый салат у нас получился. На сегодня всё. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»